В начале года по участку дороги в сторону Кшенского было практически невозможно проехать, но изменения уже видны. На данный момент здесь ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. Данный участок автомобильной дороги протяженностью 49 километров передан в федеральную собственность из региональной собственности в августе 2022 года. По итогу мы видим, что в настоящее время ведутся работы по устройству слоев износа на участке 0-19. Работы будут завершены в третьем квартале начала четвертого квартала текущего года. Еще один участок – дорога, соединяющая деревню Волжанец с селом Мелехово. Весной и осенью движение на этом участке становится сверхинтенсивным. До ремонта здесь не могли разъехаться даже две легковушки. Завершить работы планируют к началу осени. На сегодняшний день у нас выполнено порядка 40% земполотна. Были проблемы у нас с грунтом. Мы используем местный грунт. Он был переувлажненный. Я думаю, что сейчас работа чуть побыстрее пойдет. Советский район богат и на глиняные месторождения. Большая Карповка обеспечивает тугоплавкой глины крупных производителей. Здесь трудится 111 человек. Губернатор ознакомился с мощностями предприятия. Также Роман Старовойт посетил местный ЦУР и провел выездное заседание правительства Курской области. Глава региона поручил коллегам воспринимать свою работу как трудовой фронт. То, что запланировано ранее, должно быть исполнено. Поэтому крайне важно обеспечить контроль за выполнением всех работ со стороны наших подрядчиков. Тем более, что большинство, более 95% это наши местные подрядчики Курской области. Суд же Роман Старовойт проверил, как благоустраивают улицу 1 мая. Например, здесь появится кинозона, общество пчеловодов и сквер имени Щепкина. Задача первая сентября. И Алексей Владимирович обозначил всем. Первую сентября будем успевать. Суджанский ФОК – финальная точка рабочей поездки губернатора. В оздоровительном комплексе созданы все условия для занятия спортом. На площади более 6000 квадратных метров расположены два бассейна, спортзал, банный комплекс, детская комната и кафетерий. Ну красота, слушайся. Очень хорошая. Вы когда открылись? Да буквально недели. Недели. Ну и выглядит еще как. И здесь красота. ФОК построили за счет инвестора. С момента открытия его посетили уже более 300 человек. Егор Горожанкин, Сергей Дорохов. События дня.